на библейский порталок сгет поступил вопрос почему в храме нужно стоять было такое свидетельство клайва льюиса который был один раз ну маш не один раз был на русском был уже но его очень впечатлила русская служба и он писал в своих заметках что мне очень понравилась русская служба кто-то стоит кто-то сидит а кто-то ничком сложился кто-то в поклоне а кто-то просто пол полз полз по центру храма и никто ни на кого не обращал внимание но этому полз по центру храма это народ на присутствовал на постриге монашеском каком-нибудь так как он принципе не различает не вне не не таинство не не таинство не ритуал этого может быть так и и произошло на самом деле понятие стоять в храме это очень относительно понятие потому что если вы приедете на афон и зайдете на всеночную на афон всеночная широко всеночная на афоне вы зашли на ночь и утром после литургии вышли поэтому все это время вы не только стоите там есть такие приспособления которые находят называется стасиди там можно стоять можно облокотиться на подлокотники можно полусидеть и можно опустить полностью сидение и сидеть поэтому во время богослужения разрешается сидеть там на псалтире разрешается там на часах разрешается сидеть вот есть места в богослове время богослужения в которых разрешается все если вы внимательно посмотрите в любом храме есть бабушки которые во время службы сидят они могут стоять и поэтому сидят я думаю что если даже человек не бабушка не дедушка а просто какая-то немощь в нем существует, то не будет греха, если человек во время богослужения сядет. Ну, бывают такие обстоятельства, когда надо сесть, если вдруг человеку заплохело, или еще какие-то обстоятельства, то можно присесть, и греха в этом нет. Здесь, я думаю, что вопрос задал человек, который совсем недавно ходит в храм, но со временем он поймет, что, оказывается, можно не только стоять, можно сидеть, можно на коленочках постоять, отдохнуть немножко во время евхаристического канона. Можно еще как-то перенести нагрузку. Но, знаете, в свое время, когда я был очень молодым человеком, и придя в храм, меня удивило одно. Я офицер, который в состоянии выставить два часа на посту трехсменном круглосуточном около знамени, не могу стоять в храме, в котором стоят старые и немчатые старушки. То ноги болят, то голова гудит, то спину ломит, то еще что-то. Почему это происходило? Я потом понял, что попытка молиться ногами приводит к тому, что ноги начинают уставать. А если человек, ну как священник, заходит в храм в шесть часов утра и выходит оттуда после двенадцати, все это время он же ходит на ногах, почему он не устает за шесть часов вертикального хождения? Потому что процесс молитвы головой и сердцем, он переносит нагрузку с ног на все, что тебя окружает. Поэтому, в принципе, сидеть не грех, но когда вы научитесь молиться, вы сами не захотите этого делать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...